книга открытым оком 7 том вопрос 1836 почему вы отрицаете необходимость чудес таких как мироточивые иконы исцеление от мощей и тому подобное христос же совершал чудеса и жития святых переполнены этими же благословениями и они явно были от бога и укрепляли веру и люди от чудес обращались на путь спасения чем вызвано ваше неприятие чудес ответ игнатий тихонович и лапкина чудеса есть от бога есть чудеса от дьявола второе послание коринфянам 11 глава 14 стих и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света исход 7 глава 11 стих и призвал фараон мудрецов египетских и чародеев и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами если есть вера то она не нуждается в подпитке от чудес первое послание к коринфянам 1 глава 22 стих ибо и иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости поиск чудес как раз и говорит о недостатке веры в бога и в его слово 1 петра 1 глава 8 стих которого не видев любите и которого доселе не видя но веруя в него радуйтесь радостью неизреченную и преславную вот что говорят святые отцы об этих чудоискателях но почему говорят некоторые теперь не бывает чудес почему тогда все крещаемые говорили разными языками а ныне уже не так по какой в самом деле причине теперь пресеклась и отмета людей у людей это благодать не потому что бог захотел лишить нас этой честь но потому что он благоволил нас еще более почтить каким образом те люди были очень неразумны ибо недавно освободились от идольского служения мысль их было так грубо и нечувствительно что они были совершенно привязаны к одним плотским предметом и желая вещественного ничего не понимали о дарах духовных ничего не знали о благодати духовной благодати созерцаемой единой верой потому и бывали тогда чудеса а ныне я не имею нужды знамениях почему потому что и без чудес научился веровать господу залога требует тот кто не верит а я как верующий не требую ни залога не чудес положим я не говорю разными языками но я знаю что я очищен от грехов они тогда не веровали этому без чудес затем и явлены были чудеса как залог веры ими приемлемый потому им давались знамения не как верным но как неверным чтобы они уверовали таким образом и святой павел говорит итак языки суть знамения не для верующих а для неверующих первое послание коринфянам 14 глава 22 стих видите что не для бесчестия нашего но для большей почести господь сократил явление своих чудес он творит так желая открыть нашу веру чтобы мы веровали ему без залогов и без всяких чудес те люди не получив предварительно видимых знаков и залога не поверили бы ему в предметах невидимых а я без этого показываю ему всю веру вот причина почему теперь не бывает чудес святитель иоанн златоуст у верующих же будут сопровождать сии знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей и если что смертоносное выпьют не повредит им возложит руки на больных и они будут здоровы евангелие от марка 16 глава 17 18 если вы братья не творите тех знамений которые были необходимы при начале церкви христовой то по одному этому не исключайте себя из числа верующих чудеса нужны были только для распространения веры так и мы насаждая деревья до тех пор только поливаем их водой пока они не укоренятся а когда они вырастут и пустят корни глубоко в землю то перестаем их поливать поэтому апостол павел говорит итак языки суть знамение для не для верующих а для неверующих первое послание коринфянам 14 глава 22 стих впрочем и мы обладаем этими знамениями и чудесами только в духовном смысле ибо святая церковь не перестает и ныне духовным образом творить то же что делали апостолы видимым образом так когда священники при заклинании нечистых духов возлагают руки на верующих то они благодатью христовой подобно апостолам изгоняют бесов равным образом когда верующий оставляя мирские разговоры беседует о духовном говорит о таинствах церкви воспевает хвалебные гимны во славу творца то разве он не говорит новыми языками кто благими советами искореняет злобу в сердце брата своего берет змея кто слышат дурные советы не следует им тот испевает смерть смертная но она не вредит ему кто всеми мерами содействует ближе ближнему своему еще не утвержденному в благочестивой жизни и собственным примером добродетельной жизни утверждает его в благочестии тот как бы на больных возлагает руки чтобы они исцелились польза которая происходит от таких духовных чудес также велика и эти чудеса еще спасительнее потому что врачует не тела а души святитель григорий двоислов истинно истинно говорю вам верующий в меня дела которые творю я и он сотворит и больше всех сотворит евангелие от иоанна 14 глава 12 стих чудеса есть дела которые кажется превышают порядок естественный и своей необычайностью всех приводит в удивление например воскресить мертвого и одним словом исцелить безнадежно больного или остановить течение воды такие дела подлинно превосходят силы человеческие и свойственны только тому кто сотворил союз всех вещей и им управляет и изменяет его по своему изволению или как говорит апостол который держит все словом силой своей евреем 1 глава 3 стих но такие чудесные дела открывают только власть и славу всемогущего правителя тварей а орудия через которые они совершаются остаются только орудиями и чудеса не всегда является доказательством их святости мы с удивлением читаем евангелие что некоторые творившие чудеса в последний день суда скажут разбирающему человеческие дела господи господи не от твоего ли имени мы пророчествовали и не твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили евангелие от матфея 7 глава 22 стих однако при всем том им будет сказано я никогда не знал вас евангелие от матфея 7 глава 23 стих сотворил я говорит бог землю и небо даю и тебе силу созидания сотвори землю небом ибо можешь бог все творит и изменяет но эту власть дал и людям так любящий отец рисуя сам хочет и дитя свою научить этому сотворил я говорит бог прекрасное тело даю тебе силу к лучшему созиданию сотворить ты прекрасную душу повелел я чтобы земля произрастила траву и всякое плодовитое дерево скажи и ты да прорастит земля тело твоего свой плод и изведет действие по твоему изволению творю я зной и мглу утверждаю гром и созидаю ветер создал змея там этот левиафан которого ты сотворил играть в нем солом 103 26 то есть дьявола и тебе без зависти до дарую эту власть и тобою может быть поруган дьявол если хочешь ибо можешь как птицу связать его повелеваю я солнцу сиять злым и добрым подражай и ты подай от своего имения и благим и злым я терплю обиды и благодетельствую обижающим подражай и ты ибо можешь благотворю же не для воздаяния подражай и ты и твори благо не ради воздаяния и не для взаимной платы зажег я светила на небе зажги и ты светлее их просвети пребывающих во тьме просвети пребывающих во тьме ибо узнать бога есть большее благодеяние чем увидеть солнце не можешь ты сотворить человека но можешь сотворить праведного и благоугодного богу я существо сотворил ты украсть его волю обладаю я говорит бог ангелами а ты христом эти свойственные человеку чудеса есть дела которыми он возносится выше прочих подобных ему людей или возносится и выше самого себя хочешь ли человек творить чудеса преодолеть склонности которые других порабощает себе и яви торжество своей победы над ними гнев воспаляет тебя против того кто причиняет тебе обиду и воспаленной яростью хочешь ты отомстить ему вспомни слово господне у меня отмещение и воздаяние второзаконие 32 глава 35 стих великодушно переноси этот удар и подражая твоему господу прости обиду как и он простил распинательным своим такое благоу богоугодное расположение достойно быть причислено к чудесам и будешь чудотворцем плотская страсть помрачает твой разум и склоняет или отягощает совесть или нарушить обеты данные богу собери в себе столько сил чтобы мужественно стать против этого искушения и не уступить плоти такая победа подобно величь величию чудес и будешь чудотворцем несчастье сокрушает тебя и приводит дух твой в уныние а иногда и в отчаяние поставь против них благоразумие и утвердив себя упованием на главу на благой промысл божий возьми в пример и его претерпевшего все виды несчастье и сделай бессильным их нападение такое мужество необычное для слабых смертных явится чудесным передачами нашими и ангельскими и будешь чудотворцем платон митрополит московский название книги деяния апостолов не кажется ли ясным известным и очевидным для всех но вникните хорошенько в слова и вы увидите какая глубина в нем ибо почему не сказано чудеса апостолов почему не названа книга знамения апостолов или силы и чудотворения апостолов но деяние апостолов ибо ни одно и то же деяние и знамение ни одно и то же деяние и чудеса между теми и другими большая разница деяние есть дело собственного усердия а чудо есть дар божественной благодати видишь ли какое расстояние между деяниями и чудесами деяние есть плод собственных трудов а чудо есть явление божественной щедрости деяние получает начало от нашего намерения чудо своим источником имеет благодать божию последнее есть дело небесной помощи а первое человеческого произволения деяние слагается из того и другого из нашего чья не и из божественной благодати а чудо являет одну только небесную благодать и нисколько не нуждается в наших трудах где я ним относятся быть кротким целомудренным умеренным обуздывать гнев побеждать похоть подавать милостыню являть человеколюбие подвязаться во всякой добродетели вот в чем состоит деяние и труд и пот наш а чудо состоит в том чтобы прогонять бесов отверзать очи слепым очищать тела прокаженных исцелять расслабленных воскрешать мертвых и другое подобное этому совершать сверхъестественно видишь ли какое расстояние между деяниями и чудесами жизнью и знамениями нашим усердием и божией благодатью доброе поведение само по себе может спасти тех кто имеет его по этой причине блаженный доблестный и чудный лука назвал свою книгу деяния апостолов они чудеса апостолов хотя апостолы и чудеса творили но чудеса имели свое время и прекратились деяния же во всякое время должны являть в себе все желающие получить спаси должны являть в себе все желающие получить спасение и так нашему подражанию предлагаются не чудеса а деяния апостолов чтобы не сказали не можем нет у нас сил таких апостолы мертвых воскрешали прокаженных очищали пресекает такое бесстыдное оправдание святой лука говорит не чудеса а добрая жизнь вводит в царство небесное и так поревнуй в жизни апостолов и ты будешь иметь нисколько не менее апостолов ибо не чудеса сделали их апостолами но чистая жизнь святитель иоанн златоуст еще кавычки открываются дело это то есть распространение христианской веры подлинно великое и чудное непрестанно во всех концах земли на востоке и на западе на севере и юге всем безгласно провозглашает есть бог который все может есть бог который из тьмы творит свет есть бог который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познание истины 1 тимофея 2 глава 4 стих есть бог который послал христа своего в мир обратить заблудших и привести к себе удалившихся это великое и чудное дело как перстом указует на бога всесильного приблагого премудрого ибо во-первых кто были те кто обратился к вере во христа язычники прещенные хитростью мечтаниями привидениями дьявольскими закосневшие и утвержденные в нечестие и долопоклонством должен быть здесь высший естественный свет который просветил бы их душевные очи и показал тьму и прелесть во вторых к кому обратились язычники от своей прелести ко христу о котором никогда не слыхали отверженному иудеями распятому на кресте повешенному между двумя разбойниками и умершему признали единственного истинного и три ипостасного бога те которые в многобожии закоснели и состарились поверили небесным и выше естественным тайнам оставили плоту угодную и беззаконную жизнь суету и роскошь мира сего и возлюбили смиренную и добродетельную жизнь христову третьих тем эти народы подобные диким зверям обращены в христианскую веру 12 апостолами чем обращены не оружием но словом кто они были люди припростые и необразованные уму человеческому это непонятно в четвертых сколько препятствий стал ставил враг растущей вере христовой каких не избил не изобретал мучений для ее благовестников и для верующих но ничего не успел он рассыпался весь злой совет то было дело божие сила божия так действовала этими мыслями воспользуйся при размышлении об истине и небесном происхождении христианского учения святитель тихон задонский еще кавычки открываются магия служила для симона волхва средством к достижению цели сделать со всемирным миссией он знал слабую сторону современного человечества суеверная потерявшая религию и философию общества легко принимала богохульные и дерзкие фокусы подобных шарлатанов симон уверял что он может делаться невидимым в случае опасности и снова являться в видимом образе может проходить сквозь горы и скалы бросаться с высоты и удерживаться на воздухе небесными силами чудесно освобождаться из уз из заключения в темнице может бездушные истуканы превращать живых людей вызывать чародейством из земли цветущие деревья и кустарники проходить сквозь огонь совершенно изменять лицо становиться двуликим даже превращаться в овцу в козла летать по воздуху делать золото и и прочее совершал ли симон что-нибудь подобное отцы церкви святой ипполит и устин мученик святой или не лионский а также оригин тертулиан блаженный ироним и другие не сомневаются в том что он совершал много чудесного но совершал не чистой силой нельзя отрицать возможность совершения чудесных действий волхвов судя судя с богословской точки зрения и по свидетельствам о таких действиях в истории спаситель предостерегал что явятся многие лжехристы которые совершат великие знамения почему же симон не мог быть одним из таких лжехристов избранным сосудом дьявола по выражению апостола петра труды киевской духовной академии еще кавычки открывается не странно что чудеса антихриста будут приняты беспрекословно и с восторгом отступниками от христианства врагами бога достойно глубокого внимания и плача то что чудеса и деяния антихриста приведут затруднение самих избранников божиих кавычки закрывается епископ игнатий бренчанинов василий великий 1 января тогда василий сказал благословен бог наш отныне и до века который озарил светом истины ум твой его и привел тебя из крайнего заблуждения в познании своей любви если же ты хочешь как ты сказал жить со мною то я объясню тебе каким образом нам заботиться о нашем спасении избавляясь от сетей здешней жизни продадим все наши имения и раздадим деньги нищим а сами пойдем святой град видеть тамошние чудеса там мы еще более укрепимся в вере когда они пришли в иерусалим и обошлись веру и любовью все святые места помолившись там единому создателю всего богу они явились к епископу того города максиму и просили его окрестить их в иордане епископ виде их великую веру исполнил их просьбу взяв клириков своих он отправился с василием и и вулом к иордану когда они остановились на берегу василий пал на землю и со слезами молил бога чтобы он явил ему какое-либо знамение для укрепления его веры потом с трепетом вставши он снял себя свои одежды а вместе с ними совлекся ветхого человека и войдя в воду молился когда святитель подошел чтобы окрестить его внезапно спала на них огненная молния и вышедший из той молнии голубь погрузился в иордан и всколыхнув воду улетел на небо стоявшие же на берегу увидя это вострепетали и прославили бога давид силунский 26 июня святой давид построил себе палатку под миндальным деревом тут подобно птицы доброгласный он утешил многих всех притекающих к нему многополезными словами мужественно перенося то стужу то сильный зной он сделался как бы бесстрастным и так как он угасил себе огонь плотских вожделений то его не мог опалить и огонь вещественный однажды он взял в руки разженный уголь и возложив на него фимиам предстал пред царем и кадил на него причем руки его нисколько не пострадали от огня увидев это царь удивился и поклонился угоднику божию в ноги вообще своей жизнью и творимыми чудесами святой давид много изумлял людей никола чудотворец 6 декабря по своем рождении еще в купеле крещения он три часа простоял на ногах никем не поддерживаемый воздавая тем честь пресвятой троицы великим служителем и предстателем коей он должен был явиться впоследствии чудеса они нам ни к чему не ищите чудотворцев скучных саранчу наслать и песь их мух дохлых жаб и отрицание кучу верьте слову шедшему с небес просто без сомнения на веру может чудеса творить и без на здоровых гриб наслать холеру может заявиться и христом раны показать благоухание миром от икон как фиговым листком пойло скрыть в заблеванной лохани христиане вы не иудеи что же ищите в пустых монастырях вам предание традиции видения променяли истину на дрянь демон строит глазки вам с ухмылкой на иконе умастился пляшет вместо хлеба в рот сует опилки в удивление бьет себя поляшкам без лукавый мучает иконы обретение обновления слезы мира кровь неведомые стоны то к мощам то на залитый остров чудо главное христово воскресенье одолеть грехи других спасти видеть зелень на полях весенних осенью плоды домой свести чудо веру отрицает и казнит в разуме мелькают только искры как известно из священных книг чудотворцем явится антихрист не ищите чудеса страшитесь исцеленным но погибшим быть ограждайтесь от возни мышиной там не след христа от свиных копыт 29 сентября 2003 года игнатий лапкин